Понятно, что обсуждать политику развития нашего города, стратегию развития основного финансового документа нашего города, который будет эту политику подкреплять, наверное, должно, по крайней мере, не 30 человек и не только сотрудники администрации. Понятно, что сотрудники администрации заинтересованы в этом, потому что они деньги получают. У нас порядка 20%, даже чуть больше, бюджета идет на содержание администрации. Представляете, да, уровень? Это порядка 100 с лишним миллионов из 400. Ну, вот впечатление такое, хотя я вижу, в общем-то, конструктив со стороны нового руководителя, замглавы администрации, который, соответственно, курирует финансовый блок. Поэтому будем надеяться, что предложения, которые в том числе я сделал по поводу земельного налога, по поводу, соответственно, субсидирования процентных ставок жителям на строительство канализации будут учтены. Однако, если первое предложение достаточно серьезно влияет на доходную часть бюджета, то второе мое предложение не очень сильно влияет на расходную часть бюджета. Я думаю, второе предложение они учтут. Первое предложение сложно. Однако, хочется все-таки отметить, что этот финансовый документ, еще раз подчеркну, в полной мере не отражает ни стратегии развития нашего города и не делает стратегии этой финансового какой-то фундамента.